Логирование. Логирование — это, по сути, запись о каких-то событиях, которые происходят в вашем приложении. К примеру, его использования может быть достаточно много. Я хочу перечислить лишь какие-то основные цели его применения. Итак, если вам, например, нужно проследить исполнение программы, то есть какой-то logic flow, если вам нужно создать какую-то техническую информацию, которая поможет вам для дальнейшего обслуживания вашего приложения. Также, если вам нужно определить, является ли какой-то баг, сарапорченный юзером, действительно багом. И если вам нужно, например, протестировать какие-то новые возможности вашего приложения на этапе разработки, а также это помощь в анализе, потом в следующем возобновлении, который вам поможет вследствие пофиксить ваши баги. Рассмотрим такой небольшой пример. Он очень упрощенный, но наглядный. Допустим, нам нужно анализировать какие-то аргументы, переданные функцией, и выводить на основе их сообщения. Для этого мы делаем вот такой вот принт, но потом мы не хотим засорять наш вывод и решаем выводить только после какого-то условия. Если оно выполняется, то будем выводить, если нет, то нет. Дальше мы решаем добавить какие-то уровни для наших сообщений, то есть чтобы классифицировать им по каким-то категориям, и выносим все это отдельную функцию, и будет выглядеть таким образом. Ну а если мы уже потом, после сечения некоторого времени, решим, что наш проект уже готов, то наши сообщения уже не должны выводиться в консоль, а, например, в какой-то файл. Мы все это еще раз выносим в отдельную функцию. Ну это вот таким образом может быть реализовано. Но, как мы видим, с ростом проекта и соответствуем требования к нему, таких функций становится все больше и больше. И как-то мейнтейнить все это должным образом уже не получается. Ну, Python предоставляет нам стандартный модуль для этого. Он называется Logging. Базируется он на таких трех основных компонентах, как логеры, хендлеры, обработчики и форматировщики. Рассмотрим каждый из них поподробнее. Логеры, они предоставляют нам интерфейс, который, собственно, и используется в нашем приложении. Чтобы создать объект логера, нам нужно вызвать функцию GetLogger. Хорошим тоннами считается именовать именно вот таким вот образом в каждом модуле, что использует Logging. И для каждого логера мы можем установить пороговое значение. Ну, это значение, ниже которого уже не будут выводиться наши сообщения. В логере уже определены функции, такие как InfoWarning, CriticalError и другие, которые уже позволяют выводить сообщения с конкретным уровнем. Также следует помнить, что если мы сделаем вызов GetLogger несколько раз в нашей функции, то вернет ссылку она на один и тот же объект. Есть также функция Log. Это, можно сказать, функция, которая позволяет явно задать уровень для нашего сообщения. В таблице приведены уже предопределенные уровни и, соответственно, их числовие значения. Ну, эти две конструкции, они аналогичны. Обработчики-хендлеры. Хендлеры, они определяют точку назначения, куда будет выводиться наше сообщение. В данном примере мы создаем два хендлера. Один это для вывода в консоль, а второй для вывода в файл. В каждом хендлере также можно назначить уровень для сообщений. И вот мы назначаем с помощью функции SetLevel для файлов Critical. Есть уже предопределенные хендлеры, которые вы можете использовать в себя. В коде это такие, как StreamHandler для вывода в потоке, то есть FileLikeObject. Ну, по дефолту это консоль. Файл-хендлеры для вывода сообщений на диск BaseRotatingHandler, из которых используется RotatingFileHandler и TimeRotatingFileHandler. Они позволяют нам делать перезапись файлов. То есть RotatingFileHandler будет перезаписывать файл по заполнению некоторого пространства на диске, а Time после истечения определенного промежутка времени. SocketHandler и Datagram это для вывода, соответственно, в TCP, IP-сокеты и UDP-сокеты. SMPT-хендлер позволяет нам выводить информацию, отсылать, то есть на SMPT-сервер, то есть на почту. И есть еще SysLockHandler и IntiVentLockHandler. Они позволяют выводить в UnixysLockDemon, соответственно, и в лог-событий для операционной системы Windows 7. И HTTP-хендлеры позволяют нам выводить информацию на веб-сервер какой-нибудь с использованием GetPost-семантики. Форматировщики. Форматировщики, они будут определять шаблон для вывода нашего сообщения, которое будет создавать логер. По дефолту есть уже такие параметры, которыми мы можем кастомизировать наш вывод, то есть сделать его максимально информативным, чтобы были наши сообщения. Также если мы хотим определить какой-то, может, кастомный формат даты, мы для этого изменяем переменную dateFormatter. И каждому хендлеру мы можем назначить форматировщик. Делается это с помощью функции setFormatter. Упределены уже такие перемены, которые мы можем использовать. Это как имя файла, также номер строки и дата создания нашего логера, имя функции, из которой он был вызван, само сообщение, которое мы тоже хотим отобразить, и дополнительно какие-то процессы, ID потока и имя потока. Рассмотрим теперь это, как все выглядит вместе. Сначала нужно сказать, что существует три основных способа сконфигурировать логгеры. Это сделать так, как мы рассмотрим в примере, то есть явно создать объекты форматировщика логгера и хендлера. Второй способ — это записать нужную нам конфигурацию файл и считать его, используя функцию file.config. И третья функция — это считать из дикшинарии с помощью функции edit.config. В этом примере мы сначала получаем наш логгер, потом создадим два форматировщика. Один будет выводить в таком формате нам в консоль, а второй будет выводить файл в таком формате. Создаем, соответственно, два хендлера. Один с левелом info, второй с critical. То есть у нас файл будут выводиться только какие-то критические сообщения. И назначаем нашим хендлером два форматировщика. Потом, что нам нужно, это назначить нашему логгеру хендлер. От хендлера добавляем оба хендлера, и в результате мы получим вот такой вот вывод. Как мы видим, в консоль вывела все четыре сообщения в формате, который мы задали, то есть имя нашего модуля, дата, число, время, само сообщение и его уровни. А в файле мы получили только одно сообщение, потому что только у него уровень critical. Рассмотрим также возможности логгинга, которые нам предоставляют популярные веб-фрейморки. Flask нам предоставляет уже сконфигурированный логгер. Получить его можно как объект AppLogger. И предоставляет он все те же функции, поскольку все реализации построены на том же стандартном модуле логгинга. То есть, как видим, достаточно писать AppLogger и все функции, которые доступны в логгер. Это позволяет нам кастомизировать ему каким-то образом. То есть мы можем создать хендлер, который нам будет выводить сообщение на почту. В данном примере мы видим, что наш хендлер будет в случае возникновения какой-то ошибки, и это указывается в логгин-эррор, отправлять сообщение на все ящики электронной почты, которые определены в листе админ. В джанго нужно засетить дикшинарии в файле setting.spy. Он использует просто подход, о котором было ранее, то есть дикконфиг. Мы здесь явным образом определяем форматировщик, и здесь создаем два один с полным выводом, и второй это простой. Назначаем вывод файл и создаем два логгера. В джанго есть один общий пара project логгер, и для каждого приложения отдельно мы можем создать свой собственный логгер. Propagate true ключ указывает, что наши сообщения будут передаваться всем остальным логгерам, которые мы назначили, а не только обрабатываться главным джанго логгером. В bottle достаточно заинсталить плагин с помощью pp install bottle plugin. Он использует такой же подход, как и flaski, то есть создается объект для аппликейшена нашего, логгер, и использовать мы можем в коде как app log. Ну, понятно, сначала мы установим наш плагин с помощью plugin install bottle. Да. И, как мы видим, использовать логгер достаточно просто. То есть есть и стандартный модуль, и как бы в фрейморках все это реализовано уже должным образом. Но при росте, когда ваш проект развивается, и уже становится все больше и больше размер вашего логгфайла, и как бы анализировать его, и находить нужную информацию, и становится все сложнее и сложнее. То есть даже когда мы находим какие-то данные, что нам нужны, они могут оказаться все равно достаточно неинформативными. Ну, для решения этой проблемы вот и создана именно Sentry. Sentry — это, по сути, система для логгирования сообщений в режиме реального времени, а также это платформа для агрегации данных. По своей природе это веб-сервер обычный, с которым общается ваше приложение. Среди возможностей Sentry есть такие, как группировка сообщений, то есть мы можем определить, сообщения были выведены с одного клиента, но в разное время, или, например, с разных клиентов они были. Это сортировка по времени, это также сортировка по уровням, то есть debug, info или warning, которые она, к тому же, еще выделяет цветом. Также Sentry предлагает очень мощную систему, плохо очень видно, очень мощную систему фильтров, которая позволяет нам сортировать наши сообщения как по имя логгера, так и по дате создания, так и по уровню, и даже по операционной системе или браузере, который использует ваш клиент, если эта информация, соответственно, доступна в веб-приложениях. Все это она предоставляет с очень удобным интерфейсом и графиками, которые отображают пики сообщений для конкретного нашего лога. Так как тарифы на Sentry стартуют от 20 долларов для базового тарифа, а демо-функционала его как бы недостаточно для серьезных проектов, то вы можете поднять Sentry у себя на сервере, так как это является open-source приложением, написанным на Django, и для этого вам нужны всего лишь базовые минимальные требования, и достаточно буквально полчаса, так как подробный туториал позволяет это сделать очень быстро. В Sentry вы можете создавать команды, которые будут разрабатывать проекты, и для каждого подпроекта вы получите свою статистику. Ну, чтобы использовать Sentry, в Python есть уже стандартный клиент, это Raven. Установить его можно с помощью той же команды ppinstal, и чтобы начать его использовать, нам нужно сконфигурировать клиент. Делается это следующим образом. Мы можем либо засетить переменные окружения Sentry DSN, либо указать порт вручную. Все эти, не порт, а DSN, в параметре клиента. Все эти параметры вы можете взять в настройках вашего проекта, и чтобы использовать его, ну, вот, например, Bottle, можно использовать уже готовую обертку Sentry для вашего приложения, так как Raven предоставляет уже это для множества популярных веб-фреймерках, поскольку во всех фреймерках, все VCI-фреймерки, то есть используется тот же подход, и Raven предоставляет для этого обертку. Вот так это легко использует в Pottle, можно использовать и в Django, и в других фрейморках. И какие же клиент предоставляет нам встроенные функции? Это Capeture Exception, который позволит нам обработать исключительные ситуации. В данном примере мы создаем исключительную ситуацию и определение на ноль, и клиент будет обрабатывать нам информацию и выводить о ней сообщение. Также есть Capeture Query. Если вам нужно создать какой-то кастомный SQL-запрос и потом проследить, корректно ли он исполнился, для этого и есть Capeture Query. Также Capeture Message, который вы можете вставить в любом месте вашей программы, просто для вывода какой-то информации дополнительной. Есть обобщенная функция Capeture, которая позволяет нам явно указать тип сообщения, для него засетить уровень и указать какие-то дополнительные ключи в качестве парометра. Также, если вы не хотите плодить множество блоков, try-catch внутри ваших функций, Raven предоставляет декоратор Capeture Exceptions, который позволяет как обрабатывать, выводить информацию, то есть о всех исключениях, либо о определенных их семействах. То есть в данном примере втором мы будем выводить информацию, только если у нас возникла look-up error или iOuer. Как же использовать все эти преимущества, о которых, то есть всю ту простоту, о которой было рассказано в первой части презентации, модуля logging, с теми преимуществами, которые нам дает Sentry. Raven уже предоставляет обычный хендлер для Sentry, и все, что нам нужно, это клиент, который мы сконфигурировали, и назначить нашему хендлеру любой форматировщик, который мы захотим, или назначить присоединение, то есть ему к любому логеру. Есть вспомогательная функция Setup Login, которая позволяет все это нам сделать, и следующее сообщение будет выводить уже не только в наши хендлеры, такие как Console или File, оно также будет отправлять сообщение и на Sentry Server. Очень плохо видно, но это из уже нашего Sentry Server, мы получаем такой вывод. Здесь мы можем видеть информацию такую, как, ну вам плохо видно, но вообще есть такая информация, как информация о уровне логера, имя логера, браузер, операционная система и URL, по которому делался этот запрос. Также, как и в других браузерах, мы можем получить доступ к request-контексту, и в переменных additional data мы можем получить все то, что мы указали в экстрапарометрах. С помощью функции replayRequest и copyCurl мы можем воспроизведить данный request, то есть чтобы потом можно было воспроизвести исключительную ситуацию, может, которая у нас возникла с помощью повторения этого реквеста или уже даже с помощью Curl. В заключение, как бы, хочу сказать, что Sentry является очень мощным инструментом, который позволяет вам решить проблемы логинга для больших проектов. У меня все. Спасибо за внимание. Вопросы есть у кого-нибудь? Я в Sentry так и не нашел, как отфильтровать некоторые ошибки. То есть постоянно там всякие боты, еще фиг знает, что вводят в URL. Непонятно, как... Ну, то есть сотни вот таких линков идет, типа, как их избавиться? То есть, вспомнил... Ну, мягко кажучи, зацарили там логию. Ну, то есть, смотрите, вам, я так понимаю, нужно... Сейчас... Пово секунд. Вы выводите сообщение в своем коде, используя какую функцию? Нет, он пора... Вы используете Sentry, да? Да, да, да. То есть Rhyme просто выводит... Просто CAPTCHA месседж делаете, да? Ну, что-то такое. Ну, то есть вам нужно либо определить какой-то свой кастомный CAPTCHA и делать по нему потом фильтр. Ну, в том месте, где вы думаете, у вас производится запрос, и вот боты эту информацию отсылают. И потом можно фильтрировать по типу. То есть, если у вас конкретно какой-то логер выводит эту информацию, вы можете сортировать в Sentry по типу этого логера. Будет сообщение выводиться только из него. Не понял, да? Ну, можете вам поделить, я покажу, если интересно. Добрый день. У меня есть на самом деле один маленький момент, то что вот это вот если самим делать и потом вот в эксепшенах трейс там сохранять, у вас очень-очень быстро закончится место. Вот у нас закончилось. Вот. И второй вопрос. Вот есть ли опыт добавления дополнительных тегов у Sentry? Ну, то есть там, к примеру, вот, хотим мы ну, просто не плодить огромное количество логеров и фильтровать по логерам, а, скажем, добавить там еще дополнительный тег activity. Вот. Да, так можно добавить в Sentry. Ну, окей, спасибо. Там было сказано, что надо селить информацию в другие хендлеры, которые у вас есть, а на Sentry воно не дейдет. Так воно десь будет сберегать локально, чи потім воно отправить, чи какие дии? Я точно не впевнен, яка там реалізація в Raven, но, швидше за все, еще не отправить. Ну, то есть, локально будет логовать файл, но не отправить туда, на Сентр. Окей, а звичайные эти логеры, что там можно было взять логер для HTTP сервера, и что в таком вопросе будет? То есть, если у нас есть эксепшен на логере, где мы его залогуем? Эксепшен на логере? Ну, допустим, мы имеем HTTP логер. Ну, это же стандартный логер, тобто, он уже, я думаю, отложен, и такого эксепшен не будет, но, если вы хотите, вы также можете свой хендлер написать, я понимаю. И вы питаете, где ловить эксепшен от него? Так. Ну, по-перше, это просто логер, это как вы от обычных поведомлений, тобто, не должно статься какой-то такой ситуации, что у вас там мает выникнуть эксепшен. Я думаю, что, в принципе, это помилка логики уже, то есть мает быть, по будове вашего эксепшен. Эксепшен на логере. Эксепшен на логере. Эксепшен на логере. Эксепшен на логере. это порт того логинга Жави, и он взагалі достаточно, можно сказать, такий сирый. Ну, в Армена он написал такий модуль чудовий для логинга, называется он Logbook. Я, в принципе, думаю, что он надеет как замена от поки что стандартного логинга. Он там даёт какой-то фейераж в продуктивности, потому что он уже полностью переписанный в потребности. Спасибо за доклад. То есть правильно ли понимаю, что вы в центре храните логи все? То есть типа там логи дебаггинга, логи? Просто центр хорошо подходит для акцепшенов, потому что можно отловить там есть хорошие трейсбеки, оно собирает все ошибки группировки. Но, в моём понимании, логинг это гигабайта данных историкал данных там за последний год или полгода-год. И, например, ты хочешь понять активность некого человека. В центре ты будешь делать каким-то файном, я понимаю. Поэтому лучше вот такие логи фринить, не знаю, в какой-то Монге, чтобы ты мог сделать эффективный запрос и понять, что происходило там полгода назад. В центре, ты поймаешь... Окей, вопрос. Как в центре найти активность лога человека за последние полгода, скажем? Просто некий файн, вернее, там, не знаю, файн... Да, ну то есть там есть фильд по времени, мы можем указать, за какой промежуток времени мы хотим увидеть наши логи. А конкретно человека нужно уже смотреть либо по каким-то тегам, либо конкретный какой-то логер, который вы определили для вывода этого сообщения. Окей, ну то есть вы это делали, это получается? Ну... И в теории, да. Окей, спасибо. А по IP-шке искать на юзер? По IP-шке юзера? Ну да, то есть у юзера может быть динамический какой-то IP, с которого запросы отсылаются. Ну то есть там фильд только по некоторым полям, не всем, которые ездятся внутри лога. По всем полям, которые вы определите. Спасибо за доклад. Спасибо. Спасибо. Спасибо.